МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сенатор Боб Менендес, являющийся членом Сенатского комитета по международным отношениям, официально единогласно обратился в Сенат с просьбой принять законодательный акт, в котором официально признается геноцид, совершенный против армянского народа. Эта четвертая попытка Менендеса за последний месяц на этот раз увенчалась успехом. Он убедил Сенат принять и утвердить резолюцию, подтверждающую исторические факты геноцида спустя 104 года. Президент Армянака Абрамян выражает глубокую признательность и благодарность сенатору Бобу Менендесу, поскольку принятие резолюции позволяет нам продвигаться вперед в деле обеспечения справедливости для армянского народа. Да здравствует праведность! Правительство Западной Армении тепло приветствует эту проармянскую и особенно человеческую позицию, выраженную Сенатом США. Когда Конгресс США принял большинство, в той же резолюции 296 нам сообщили, что обе резолюции находятся в статусе совместной резолюции, которая принимается обеими палатами как неотъемлемая часть законодательства США. Хотя они, простая резолюция, по своей природе являются простой. Они никогда не станут законом. То есть, с юридической точки зрения, это признание является просто моральным и не имеет юридической политической силы. Тем не менее, мы считаем этот шаг важным событием в процессе восстановления прав Западной Армении, что потребует политического признания не только США, но и другими влиятельными международными государствами. Уважаемые соотечественники, хотя правительство Западной Армении приветствует любой позитивный шаг подтверждения судьбонитета Западной Армении, с другой стороны, оно хочет, чтобы армянская общественность правильно понимала события, связанные с ее национальными проблемами. В этом случае важно различать, что признание геноцида с единственной целью предотвращения геноцида полностью отличается от формулировки признания, принятой с целью восстановления прав. Армяне приветствуют и то, и другое, но сегодня нам нужен второй. Правительство Западной Армении в этот хороший момент вновь призывает правительство Соединенных Штатов медленно включить в политическую повестку дня Соединенных Штатов 28-й президентский указ Удра Ульсона, который уже является частью законов Соединенных Штатов, и столетний юбилей которого наступает 22 ноября 2020 года. Если США и другие влиятельные государства действительно намерены отдать долг своей совести не только армянскому народу, но и всему человечеству и искренне стремятся сделать практический шаг в предотвращении преступления геноцида, тогда наиболее правильным шагом было бы восстановление международного признания государства Западной Армении от 19 января 1920 года. Только как история человечества может свидетельствовать о том, что сколько бы времени ни прошло преступление против человечества, не остаются без ответа, и что никто, независимо от того, насколько он изощрен и спонсируется, не может лишить целую коррегинацию ее основных прав и суверенитета. Если международное право действительно превалирует в формирующемся новом мире, оно начнется с восстановления государства независимой и суверенной Западной Армении, усиления всех правильных правителей мира и с искренней решимостью. Вечером 13 декабря состоялся телефонный разговор между Ереваном и Бейрутом, между премьер-министром Республики Западная Армения Гарником Саркисяном и председателем Сирийской национальной соцпартии господина Форесом Саадом. Собеседники обсудили ряд вопросов. Обе стороны обсудили вопросы, возникающие в регионе, особенно в Сирии, в свете необходимости освобождения Киликии и Западной Армении. Подходы и позиции сторон абсолютно совпадают с тем, что касается будущего искусственно существующей. Турция подчеркивает тот факт, что это государство не может быть частью будущего формирования региона, а в нынешних границах. Для обеих сторон это является непосредственной глузой как для них, так и для всего региона и стабильного, процветающего будущего коренных народов. Собеседники также упомянули сотую годовщину Сирии политических событий, совпавших в 2020 году, начиная с фактического признания армянского государства, переходя к северскому мирному договору 10 августа. К арбитражному решению выяснено 22 ноября и согласились сотрудничать всеми возможными способами. Важно помнить, что основополагающие принципы сирийской национальной социалистической партии являются императив суверенитета коренных народов региона. Следовательно, Республика Западной Армении считает его одним из своих естественных союзников в регионе. Телефонный разговор длился около 22 минут, после чего обе стороны подтвердили свою неуменную приверженность о дружбе и сотрудничеству до победы. Озеро Чилдыр, второе повеличение в Западной Армении, было частично покрыто льдом. Толщина льда составляет около 25 сантиметров. Местные туристы катаются на лошадях с санями и получают массу удовольствия. Посетители, которые приезжают сюда в течение зимнего сезона, имеют возможность расслабиться и насладиться чудесной природой и катаются на санях по замерзшему озеру. Государство Армении в Грузии ведет работы по установлению памяти Кована Су Туманяна в гриванском парке Твилиси. Как передает Армен Пресс, об этом в ходе презентации книг «Десять сказок», «Туманян 150», текст параллельный, армянский и грузинский. Светлый Туманян на грузинском языке, посвященный 150-летию со дня рождения Увана Са Туманяна, отметил чрезвычайный и полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садаян. Увана Са Туманян похоронен в пилинском пантеоне армянских писателей и общественных деятелях от Живанг. Его имя неразрывно связано с Грузией и с грузинами. Грузия Увана Са Туманян – один из самых популярных и любимых поэтов. Его лучшие произведения переведены на грузинский язык, их изучают в школах Грузии. Видеоклип ЮНЕСКО рассказывает историю армянского алфавита и рассказывает историю развития армянской письменности. Видео разместило на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра ОНСК Армении Ангела Каджирян. На сегодня на все. Далее мы представим вашему вниманию сайт «Новаш». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok